Традиционно 6 мая в кадетском корпусе проводится целый комплекс мероприятий. Ранним утром воспитанники посещают Христорождественский кафедральный собор, потом соревнуются в спортивной эстафете. Ближе к вечеру кадеты выстроились на площади у Дворца культуры и дружба на торжественный парад кадетских классов. Ровные ряды, подтянутые кадеты. Проходя торжественным строем, они высоко держат голову, потому что знают, что им есть чем гордиться. О том, каких успехов добиваются воспитанники, рассказал директор кадетского корпуса Евгений Кудрявцев. Уже первые наши выпускники служат в офицерском звании в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, в силовых структурах МЧС, УФСИН, МВД. Заключены договоры партнерские, социального партнерства с главным ракетно-артиллерийским управлением Министерства обороны, с военными вузами Санкт-Петербурга, Калининграда, Пензы, с оригинальными управлениями МЧС, МВД, УФСИН. И наши кадеты стали полнокровными участниками всех мероприятий российских, проводимых в рамках кадетского воспитания и образования. Мы постоянные участники фестивалей в Перми, в Вологде, в Иваново, в Севастополе. В третий год в этом году мы будем участвовать в работе Геройко-патриотической смены Республики Беларусь. Кроме того, Всероссийский фестиваль «Кадетская симфония» уже вышел на международный уровень и включен Министерством образования и науки Российской Федерации в перечень мероприятий патриотической направленности федерального значения. На празднике были отмечены лучшие кадеты, которые добились успехов в учебе, мероприятиях всероссийского масштаба, олимпиадах и конкурсах различных уровней. По словам воспитанников Уваровского кадетского корпуса, такая разносторонняя и насыщенная жизнь им очень нравится. Нас сегодня награждали. Награждали за активное участие в жизни города, в жизни корпуса. В течение всего года за отличные успехи в учебе. Нас награждали медалями. Мы уже в 11 классе. И вот, как бы, понимаешь, что не зря прожили. Вот это именно в кадетском корпусе. И это время, и много различных мероприятий, различных таких событий, которые просто ставили след в своей памяти. Вот это вот интересная жизнь у нас. С приветственным словом к кадетам обратился глава города Владислав Денисов. Он поздравил их с праздником и пожелал быть настоящими патриотами своей Родины. Глядя на вас, замирает сердце. Возникает гордость, понимая, что мы растим нужную смену. Что за нами будущее. Что есть будущее как у города, так и у страны. Мне хотелось бы в этот праздник пожелать в первую очередь вам здоровья, сил. И хотелось бы увидеть в будущем действительно офицеров. Тех людей, которые, как и военные, и в гражданское время, встанут на защиту нашей Родины. После слов поздравлений от почетных гостей торжества и праздничной литургии, которую совершили священнослужители Христорождественского кафедрального собора, участники мероприятия сделали небольшой перерыв. Подкрепившись горячей солдатской кашей из полевой кухни, Завершился праздник отчетным концертом, в который вошли самые лучшие художественные номера. Ирина Пивоварова, Елена Чирыкова, Варвара Павлова, Александр Трегубов. НашГород.